Здравствуйте! Главный герой трилогии «Миллениум» шведского писателя Стига Ларсена, журналист Микаэль Блумквист, чертовски красивый мужчина 40 лет, меняющий девушек как перчатки. Большую часть своей профессиональной деятельности он посвятил разоблачению экономических мошенников. Его часто приглашают на телевидение для обсуждения различных проблем экономики. Стиг Ларсен создал типичный образ хранителя морали, неподкупного журналиста, яркого представителя делового социума Швеции. А у нас сегодня свой герой, ничуть не хуже литературного, русский журналист, работающий в Швеции уже 16 лет, Алексей Ширяев, проездом между Стокгольмом и Санкт-Петербургом. Леша, здравствуйте! Здравствуйте! Позвольте на «ты»? Да, конечно! Ну что ж, становление как журналиста прошло на телерадиокомпании «Поморье», когда это было там? Это началось на ГТРК «Поморье», которое еще тогда было студией телевидения, комитета по телерадиовещанию, архобл-исполкома. Это был конец 1990-го года я туда пришел. Я вообще должен сказать, что становление-то мое, наверное, прошло не на телевидении, а в редакции районной газеты «Ленинский завет». Это районная газета Приморского района была. И я туда пришел работать сразу после школы. С 1988 по 1989 год я в ней работал. И, конечно, районная газета – это лучшая школа для журналиста. Вот я так считаю. Похоже, неплохо подготовили кадры наши журналисты, да? Ну, подготовка была, конечно, там изумительная. Но я, честно говоря, на телевидение попал совершенно случайно, потому что у нас редакция газеты, она располагалась на одном этаже с газетой «Северный комсомолец», и в «Северном комсомольце» работала такая Наталья Николаевна Бабии. И она однажды меня встретила и говорит, ты знаешь, на МЖК «Соломбол» открывается студия кабельного телевидения, им нужны молодые ребята, не хочешь туда пойти? И таким образом она меня познакомила с Юрой Фирсовым, который такой был технический гений, человек-энтузиаст, который набирал молодую команду в МЖК «Соломбол». И вот я туда пришел, еще несколько молодых ребят, и мы стали делать передачи для тех, кто жил в МЖК «Соломбол». И, собственно говоря, из этого кабельного телевидения МЖК «Соломбол» и выросла компания «ТК», как первое частное коммерческое телевидение города Архангельска. А вообще в Швеции нужны русские журналисты? Русские журналисты? Я не знаю, собственно говоря. Я бы не сказал, что к Швеции очень большой интерес со стороны российских средств массовой информации. В Швеции нет крупных корпунктов, за исключением, по-моему, какого-то крупного информационного агентства. А так телевизионщики приезжают достаточно редко. Швеции вообще не являются каким-то таким приоритетом для российских средств массовой информации. Русские журналисты, конечно, в Швеции есть. Там есть русская редакция шведского радио, на которой я раньше подрабатывал. То есть это и навещание на 18 разных языках, в том числе и на русском. Вот. И, ну, собственно говоря, да. Ну, сейчас, когда есть интернет, конечно же, это очень просто все. Но приезжает русский журналист на постоянное место жительства в Швецию. Вот он может реально устроиться? Ну, если он просто так приезжает без какой-то подготовки и без знакомств... Да, ну, естественно, для того, чтобы работать в Швеции с журналистом, нужно владеть языком. Конечно же, шведским языком нужно владеть. Но нужно быть родным носителем шведского языка, чтобы работать в шведских средствах массовой информации. Я-то когда туда приехал, у меня не было такой задачи там устроиться. Но мне, опять же, просто повезло, потому что тогда был проект на шведском телевидении в городе Лулио на севере Швеции, с которым мы на ГТРК по морям сотрудничали. Они запускали телевизионный проект. Это был тележурнал, который назывался «Баринс Панорама» о жизни в северных регионах Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Им нужен был русский соведущий и супродюсер, который бы вместе со шведским ведущим в кадре разговаривал по-русски, а швед бы с ним по-шведски. В общем, такая была задумка, и они меня позвали. Вот я туда поехал, мы сделали два выпуска этой программы, но потом там закрылось региональное вещание. Алексей остался. Я решил, что я, наверное, продолжу свою карьеру. А тяжело это внедрение в среду? Ну как, видите, я когда работал по морям, у нас же было очень много совместных проектов и с норвежским телевидением, и со шведами. То есть я очень много ездил тогда, и делал там материалы для «Панорамы севера», для ГТРК по морям. То есть я уже представлял себе, как это все работает. И, естественно, была большая разница и в технологическом процессе, и вообще в понимании того, какую роль играет телевидение в средствах массовой информации, скажем, в норвежском или шведском обществе, в России. Разница, конечно же, была. То есть когда я работал там, мне нужно было приспосабливаться к тем условиям, когда я возвращался сюда, нужно было себя менять. А что удивляет до сих пор в их системе? Что не принимается? Удивляет? Да, да. Или же... Ну, я не знаю. Совсем согласен? Ну, нет, конечно. Я не могу сказать, что там какая-то система, она идеальная. Хотя вот этот вот инструмент, общественное телевидение, общественное радио, которое существует в скандинавских странах и во многих других странах Европы, это, конечно же, мощнейший инструмент гражданского контроля над властью. Да, и когда сейчас в России начинают говорить, что у нас будет общественное телевидение, ну, конечно, в стране, где общество столь пассивно, общественное телевидение в том понимании, в котором оно существует в других странах, оно, конечно, вряд ли может существовать. Хотя я не хочу сказать, что, например, в России телевидение плохое, а там в Швеции оно хорошее. Оно, конечно же, разное. И так как страны разные, общества разные, устройства и ментальность у людей разные, шведские, норвежские, тележурналисты, они более, они, как можно сказать, они рассказывают факты. То есть их материал будет состоять из того, кто куда пришел, кто что сделал. Классические документы. Да, да, то есть они избегают каких-либо комментариев и тому подобное. В России же, конечно, это делается все по-другому. Креатива больше в России, естественно. Но, к сожалению, инструментом общественного контроля над властью... В этом отличительные особенности, да? Да, да. А что еще? Ну, что еще? Сейчас, я не знаю, сейчас, конечно, роль телевидения вообще, она меняется. Она меняется. Опять же, в северных странах, я смотрел последнюю статистику, меня это, конечно, очень удивляет, это уже порядка 30% телезрителей смотрят телевидение только в компьютере и в телефоне. То есть 30% телезрителей не включают телевизор вообще. И, может, его и нет у них, да? Ну, да, конечно. То есть, естественно, что это каким-то образом меняет всю технологию телевизионного производства. Потому что одно дело, когда ты делаешь программу для эфирного телевидения, а другое дело, да, для того, что я буду смотреть, пока еду на работе в метро, на экране своего телефона. Естественно, что это все меняется, это меняются системы финансирования, телевизионные форматы новые появляются. Это, конечно, очень интересно, очень интересно. Тебе это не пугает? Меня это не пугает, меня это, наоборот, привлекает. Я чувствую, что мы здесь что-то можем сделать, потому что вот есть несколько проектов интернет-телевидения, с которыми я сейчас работаю, мы такой самый крупный, наверное, самый интересный. Это норвежский проект телеканала «Стран Арктики», называется Arctic Channel. То есть, мы совершенно случайно с этими ребятами норвежцами нашли друг друга. Они такие технари, они вот знают, как работает железо, как все это устроить. И они искали человека, который мог бы там разработать концепцию интернет-канала, и там через каких-то общих друзей они вышли на меня. И вот мы с ними встретились и начали это дело делать. Я думаю, что это будет очень интересно. Хотя дело, конечно, идет очень медленно, потому что самым простым способом было, не знаю, пойти в какую-нибудь нефтяную норвежскую компанию и попросить у нее денег на этот будущий телеканал. Но, естественно, что если там мы будем привлекать каких-то таких финансистов, то, не знаю, люди же не будут нас смотреть. Поэтому мы ориентируемся на такие некоммерческие... Важнее аудитория. Ну, естественно, конечно, да, потому что телевидение должно работать для зрителя, понимаете, а не для спонсора, который тебе дает деньги. Иначе ты не проживешь. Кому нужно телевидение, которое никто не смотрит, кроме спонсора? А вот, кстати, вопрос о кадрах, о подготовке кадровых журналистов. У Швеции какой-то, ну, в Норвегии тоже принципиально другой подход? Вот универсальный журналист, это же к нам с Запада пришло, да? Журналист должен уметь все. Я не знаю, должен журналист уметь все или не должен, но образование, конечно же, другое. Я сам учился на факультете журналистики Московского университета, и, конечно, из нас делали не журналистов, из нас делали писатели, из нас делали филологов, да? Вот людей, которые могут писать там большие, толстые какие-нибудь книги. То есть мы не изучали роль журналиста в обществе. Может быть, это было потому, что это было сразу после падения Советского Союза, еще школа тогда была вот та, да? Но, то есть, то, что я вижу сейчас, да, я езжу по регионам, по российским очень часто. И вот я совсем недавно был в Мурманске на одном большом мероприятии. И там, значит, была пресс-конференция одного большого начальника из Москвы. И на входе в зал, где проводилась пресс-конференция, стоял, значит, пресс-секретарь их губернатора. И на входе, входящим журналистам, так, ты откуда? Я из Полярной Правды, ага, ты спрашиваешь это. Ты откуда? Я с ГТРК Мурман, ага, ты спрашиваешь это. Ты откуда, да? Да, и ты понимаешь, молодые журналисты, они же молодые ребята, которые только что там закончили свой журфак, они приходят в профессию, они думают, что вот так вот и должно быть. Что вот профессия журналистов заключается в том, чтобы держать перед начальниками интервью и, значит, давать ему говорить то, что он хочет. Вот они же так вырастают, они так... Подставкой для микрофона. Естественно, да, они так и работают. Естественно, что мы были такими, да, мы были тоже вынуждены так работать, потому что я поначалу тоже не представлял себе, да, что такое журналистика, или представлял так, как я мог себе представить, там, силу своего ума или фантазии. Но сегодня, когда мы живем уже в открытом мире, когда мы знаем, там, мы можем смотреть различные телеканалы, идти в журналистику только ради того, чтобы, там, сделать себе карьеру не журналиста, а там прийти, я не знаю, стать в итоге каким-то там пресс-секретарем или еще кем-то, мне кажется, это ужасно. В Швеции другой подход вообще к требованию к журналисту? Ну, естественно, да, в Швеции, да, есть этические нормы и правила, разработанные там еще в 19 веке, которые там практически там не меняются, где написано, что журналист может делать, а что журналист делать не в состоянии. Но шведское общество достаточно прозрачно и транспарентно, там всегда можно уличить человека в чем-то, если он что-то делает не так. Вот отношения с властью, с госструктурами, у журналистов, СМИ. У кого? Никаких, никаких, никаких отношений нет. Можно смотреть главные новости страны и не увидеть там ни премьер-министра, ни кого-нибудь там еще, ни там, в течение нескольких выпусков. То есть, мы, или там, журналисты обращаются к ним только тогда, когда у журналистов есть потребность в чем-то. Я говорю, там нужно делать передачи, которые интересно смотреть людям, зрителям. То есть, там власть не имеет никакого влияния. Рейтинг – это деньги компании? У коммерческих телеканалов, да, конечно. То есть, они все зарабатывают за счет рекламы. Рекламу несут туда, где есть интересные передачи. Да, но вот общественное телевидение Швеции, там нет рекламы, оно живет за счет сборов, которые владельцы телевизоров регулярно платят. Все обязаны платить. Неважно, любишь ты его смотреть или любишь. Каждого, у кого из дома телевизор, он должен платить взнос. И вот на эти деньги живет общественное телевидение и радио. Оно независимо ни от каких государственных структур. Это не Министерство финансов, которое выделяет деньги. Это не какая-нибудь там Госдума, которая решает. Это мы, жители страны, мы решаем. Нужно сказать, что популярность общественного телевидения в Швеции и доверие со стороны зрителя, оно самое высокое на сегодняшний день. Оно только в телевизорах, на голубых экранах или в интернете? И в интернете тоже. А печатное слово умирает в Швеции? Потихоньку, да, умирает. Сейчас в основном все печатные версии газет живут за счет электронных версий. Многие газеты уже закрывают свои печатные версии и все уходит в интернет. Печально? Ну, я не знаю. Я думаю, что, конечно же, они не умрут. Естественно, что люди там будут читать какую-нибудь газету, которую им бесплатно дадут на входе в метро. Естественно, это что-то будет. Глянцы и журналы все равно останутся. Ну, наверное, останутся, да. Притом, электронные версии газет, это уже, это не просто электронная копия же, да. Это уже что-то другое. Там же очень много каких-то сервисов, которых в печатной газете нет. Электронная версия газеты, это и телеканал, это и радио, это и какие-то еще там приложения, которые человек использует. А журналист в Швеции, это профессия престижная? Ну, вот сейчас, то есть у нас там регулярно публикуют там список профессий, которые будут востребованы, да. Вот если ты молодой человек, ты выбираешь себе какую-то стезю, то на кого пойти учиться, нет. Журналист не входит в список наиболее востребованных профессий в Швеции на ближайшее время. А что, по-твоему, не хватает русскому журналисту сегодня, чтобы быть востребованным на рынке? Ну, мне кажется, есть очень много журналистов, которые востребованы. Но молодому. Ой, я не знаю. Я не знаю, ведь тоже люди же бывают разные. Надо, я не знаю, люди, все эти человека... Что ты не любишь давать? Я просто не знаю, если бы там какому-то конкретному человеку дать совет. Я совет вообще даю только тогда, когда у меня их спрашивают, конечно. Сам я с ними не лезу. Ну, вот результат твоей востребованности, это удача, везение или что-то другое? Ну, нет, конечно, это в первую очередь талант. Кто бы сомневался, да. Нет, востребованность, это такая штука, она же не постоянно. Естественно, что там, сколь бы ты ни был талантлив и умен, и все, это же вот так вот. Да, особенно в Швеции. Я говорю, что в Швеции чувство справедливости, оно в обществе вообще-то такое, что даже там, даже там знаменитые режиссеры документального кино, будь они там уже номинированы тысячу раз на престижнейшие премии, каждый раз, когда они будут обращаться в фонды за финансированием своего следующего проекта, его будут рассматривать точно так же, как и заявления других молодых. Нужно все время, да, доказывать. Нет никакой гарантии, что если ты себе сделал имя, то ты уже, значит, все, до конца жизни будешь почивать на лавров. Такого нет. В Швеции это все. В Швеции нету, в обществе нету каких-то, как вам сказать, лидеров, и это может быть тоже плохо. Лидеры такие, кумиры, они есть только в спорте. А в культуре, в искусстве, в журналистике тем более такого нет. То есть это недоверчиво относится, да? Ну нет, ну просто, понимаете, шведское общество это такое общество равных среди равных. Мы все одинаковые. То есть, да, то есть это там не принято, даже если ты там достаточно богатый, обеспеченный человек, не принято это показывать или демонстрировать, или тем более кичиться этим, да. То есть, вот я говорю, что можно идти по улице, увидеть там министра обороны, который едет на велосипеде на работу, держа подмышкой и портфель, ему будут говорить привет, он будет там... То есть, это вот так вот все, понимаете? И поэтому ты, даже если ты известный журналист, это не значит, что ты там часть какой-то элиты, или ты неприкасаемый. То есть надо все время трудиться, работать, что ты и делаешь вообще, да? Ну да, да. А на твой взгляд, куда движется вообще журналистика? Я уже, конечно, частично отвечал, но вот так. Ну, я не знаю. Я вообще, мне... Я не могу сказать, что я сейчас работаю журналистом. Ченок. Я... Журналистских проектов или работ у меня в последнее время все меньше и меньше. Мне это не всегда интересно. Или не всегда я... Мне предлагают сделать то, что я хотел бы. То есть выйти там на какие-то российские каналы с теми темами, которые я хотел бы сделать. Очень сложно. Поэтому я сейчас стараюсь больше работать с какими-то проектами в документальном кино, например. Или там... как продюсер, как автор, как кинодокументалист. Для шведских каналов. Для разных. То есть если ты делаешь кино, ты заинтересован в том, чтобы продать его на телеканалы. Но здесь самое главное найти хорошую, интересную историю. Да. В заключении три коротких вопроса. Чужим себя в Швеции не чувствуешь? Нет. А семья? Ну... Нет. Нет. Достаточно... Достаточно все... То есть все зависит от того, какими людьми ты себя окружаешь. То есть в нашем окружении люди, ну не знаю, так или иначе связаны с Россией. И мой шеф, например, он это один из ведущих экспертов и знатоков России, который работал еще собственным корреспондентом шведского телевидения и радио в Москве еще в 80-е годы. Это человек, который первым брал там интервью Сахарова в Гориком. Это человек, который переводил Акуджаву на шведский. Я не представляю, как это можно сделать. То есть в нашем окружении люди такие, у которых нет каких-то предрассудков или еще чего-то. То есть чужим в Швеции вряд ли можно себя считать. Потом мне сложно представить, как люди живут в Америке, да? Потому что это так далеко. А в Швеции ты сел на самолет через 50 минут в Питере. Если даже тебе стало плохо на чужбине, ты прилетел в Питер, провел там 3-4 дня, нахлебался этого всего и вернулся, значит, домой до тех пор, пока я тебя снова не приперел. Язык легко дал все? Ну как, у меня всегда был английский. Все, конечно, разговаривают на английском языке. Я очень долго там разговаривал только по-английски, хотя шведский я понимал и уже мог читать и все. Но потом я сказал, ребята, давайте это самое по-шведски со мной. Я его нигде не изучал. То есть я только... Но сейчас говоришь. Да, конечно, я и говорю, и пишу, и перевожу. Но, не знаю, это была, конечно, такая ломка, когда тебе проще что-то сказать по-английски, но ты нет. А долго-долго продолжается этот период? Я не знаю, как-то так сложно сказать. То есть я помню момент, когда он начался, но, не знаю, погружение в язык, оно же идет постоянно. Я не могу сказать, что я там идеально, конечно, владею шведским языком. Твоя жена Людмила Белявская, долгое время проработавшая ведущей, журналистом, автором программ на телерадиокомпании «Поморье», вот она не тоскует без любимой работы? Конечно. Сначала было, да, ей было тяжело. Как вам сказать? Ну просто время было такое. То есть они жили с дочкой в Питере, я мотался все время между Швецией и Россией, но когда там пришли, значит, новые владельцы, так, можно сказать, того телеканала, где она работала, и сразу стала меняться программная политика, и, в общем, там очень многое изменилось, то просто не осталось никакого выбора. Я говорю, ну что здесь сидеть, поехали, поехали в Швецию. И, естественно, что она к этому отнеслась, просто как к очередному какому-то витку в своей жизни. Да, она не занимается телевидением, но у нее очень много других интересных занятий творческих, в том числе, которым она себя посвящает, и очень рада этому. А в чем ты никогда не согласишься со шведами? Ой, в чем же я никогда не соглашусь? Шведы меня как-то никогда ни к чему не принуждают. Потому что я не могу себе представить даже вот чего-то такого, чтобы там... Это же наша свобода, понимаете? У нас нельзя там что-то заставлять, там это самое... Нет, ну я имею в виду, может, в менталитете, может, во взгляде на жизнь, на какие-то вещи, в общем. Нужно понимать, что Швеция это такое государство, это такое общество, где живут представители совершенно разных там менталитетов, точек зрения и все. Не нужно никого заставлять, понимаете? Так же, как и я, никогда там не буду приставать с ножом. А ты поменялся, кстати, когда приехал? Что-то в тебе лично поменялось? Ну, конечно, 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 конечно. Стал более... Ну как, ну как, мы россияне, мы более такие, мы более консервативные, конечно, люди. И шведы, они более такие открытые, более такие flexible. То есть они могут, да, то есть они могут адаптироваться под все. Они очень толерантны, они будут там, даже если ему сложно там воспринимать там соседа, они будут делать все возможное из себя, чтобы как-то адаптироваться под него, лучше его понимать. Любимое изречение есть? Я не знаю. У меня просто есть всегда уверенность в том, что все будет хорошо. Вот у меня есть эта уверенность. Даже в самые какие-то тяжелые жизненные этапы я знаю, что все будет хорошо. Поэтому я живу с этим и верю в это. Это был журналист Алексей Ширяев, космополит и все же до сих пор остающийся архангелогородцем. Шведский писатель Стик Ларсон, автор бестселлера «Девушка с татуировкой дракона», сам журналист много рассуждает в романе о свободе самовыражения. Для него принадлежность к независимой прессе своего рода знак качества. И он убежден, что честная статья в газете может изменить мир. Идеалист или прорицатель? Вот такие дела. До встречи.